В древности его называли оком мир, сердцем забытой империи, которая существовала более тысячи лет. Храм Святой Софии, Церковь Божественной Мудрости, венец славы, славы Византии. Византия. Утраченная империя. Исчезнувшая Византийская империя, порожденная языческим Римом, Византия. Мечта о христианской Римской империи, простирающейся от Испании до Сирии. Византия, чье влияние распространялось от России на севере, до Нубии и Апеннинского полуострова. Византия. Врата в забытую главу нашего прошлого. Воплощение мечты Автор программы Джон Ромер Восточный экспресс Впервые я отправился по этому маршруту в 60-е годы. Я купил билет в Лондоне на вокзале Ватерлоу для поездки в Турцию. Стамбул. Мечту всей моей жизни. Потребовалось три дня, чтобы добраться сюда. Это был настоящий ад на колесах. Козлы в тамбуре и коммунизм за окнами. Внезапно поезд сделал поворот, и я оказался лицом к лицу с Востока. Огромный золотой город у моря, между Западом и Востоком, настоящий центр мира. Это удивительно. Но приезжая в Стамбул, вы находите руины забытой Византийской империи. Восточный экспресс Восточный экспресс остановился в центре старого города. Я вышел окутанный облаками дыма и пара, преследуемый призраками Греты Гарба и Агаты Кристи, тысяч шпионов и археологов, королей и куртизанок до военной Европы. Стамбул Стамбул – один из самых больших исламских городов. Тут много памятников с завоеванием турецких султанов, которые с 1453 года правят в этих местах. Однако под ними живут призраки старины. Каждый день живущие в городе люди проходят по руинам Константинополя, столицы Византийской империи. Стамбул и Константинополь – два названия, старая и новая, одной и той же столицы. В 16 столетии тому назад, в 330 году н.э., первый христианский император Рима Константин выбрал этот маленький греческий город в качестве новой столицы своей империи. Почему? Никто этого не знает. Одно можно сказать точно. Великий воин-император покинул Рим и западные города навсегда. Это мечеть турецкого султана, захватившего город, построена прямо на фундаменте самой древней церкви, где покоятся останки загадочных императоров Старой Византии. Что представляло собой эта забытая империя? Византийская империя. Византия. Волшебное ароматное слово. Представьте, что империи Греции и Рима не погибли, а воплотились в единую империю между Востоком и Западом. Представьте себе императоров этого царства, священных императоров, которых толпы могли разорвать на куски на улицах, которые уродовали своих любовниц и детей, которые убивали священников и стирали в порошок целой армии завоевателей, императоров, чьи художники создавали самые прекрасные, самые совершенные картины, когда-либо виденные. Создавшие систему мироздания, возвышенную архитектуру, которую копировали все, от халифов, Багдада до римских пап, от королей Германии до вождей в Нубии. Образ мирового порядка и земной власти, который неразрывно связан с современным миром. Как эта мечеть завоевателя, мы стоим на руинах Византии. В этом месте началась Византийская империя. У этой древней колонны, на главной улице, старинная реликвия в современном городе. Майским днем в 330 году от Рождества Христова по этой улице двигалась огромная процессия. Это была главная улица древнего греческого города и Византию. По главе процессии шел великий римский император Константин. Он прихватил с собой священников, языческих и христианских, которые взяли с собой невероятное количество реликвий. Тут были 12 корзин с остатками того чуда, которые Господь совершил с хлебами и рыбами. Тут был топор, с помощью которого Ной построил ковчег. Был свод законов, который император лично тайком вылез из Рима, законов греческого бога Париса. В точно предписанный астрологами момент, они похоронили реликвии в основании этой колонны из семи порфирных блоков, привезенных из египетских пустынь. Константин переименовал город в Константинополь и провозгласил его столицей своей новой империи. Знаете, со временем сама колонна стала реликвией. Византийцы, живущие в этом городе, стали называть ее Гвоздем Христа. Они думали, что в золотую статую Константина на вершине этой колонны замурован гвоздь из креста, на котором распяли Христа. Каждый год во время празднования Нового года, то есть 1 сентября, византийцы приходили к этой колонне и пели гимны в честь святого Константина, основателя их города и могущественной Византийской империи. Константинополь был задуман как центр христианского мира, центр правления Христа на земле. Эти чаши хранили тайну крови Христа в городской церкви. Церкви, сияющие от римского золота и древних изображений святых, лики которых за тысячу лет заполнят Европу и Восток. Такова первая история Византии. История того, как за два коротких столетия была осуществлена мечта и возникла Византия. Константин, христианский император, принял веру Иисуса и Бога Авраама и начал создание той формы правления и церкви, в которой до сих пор верят и на Западе. Говорят, что он короновался в 306 году в Англии, в Йорке. Он 40 лет уничтожал своих противников и их семьи, а когда он умер, люди были столь напуганы, что не смели приблизиться к нему целую неделю. Последним амбициозным проектом Константина было создание Римской империи со столицей в Константинополе, а не в Риме. На далеком севере, в Германии, в городе Трирье, где стоял большой римский гарнизон, можно увидеть, что представлял собой древний Константинополь. Городские ворота все еще охраняют главную улицу города. Огромные мрачные ворота. Триру, как и все северные границы империи, постоянно угрожали набеги гуннов, готов, вандалов и других завоевателей. Возможно, сам великий император Константин 1600 лет назад проехал через эти ворота. Эти арки и своды образцы архитектуры его времени. За воротами все римские города выглядят одинаково. Если хотите, у них было нечто вроде абстрактной идеи относительно городов. Они штамповали их от Сирии до Йоркшира. Тысячи городов Старого Света копировали их дизайн. Его можно встретить в новом свете от Вашингтона до Сан-Франциско. Планировщики до сих пор используют их образцы. Во всех римских городах были такие же широкие улицы, как эта, которая вела вас из страны в центр города. Это город Пальмира в Сирийской пустыне. В Константинополе такую улицу назвали просто главная дорога. Как Вы видите, позади этих колонн находились небольшие магазины, выходящие на улицы мясников, пекарей, свечных дел мастеров и прочих. В Константинополь везли товары со всего мира. Из Африки, Китая, Балтии, отовсюду. Представьте себе, император возвращается после победоносного похода через главные ворота. Хранителям магазинов приказывают подмести улицы. Весь тротуар усыпан цветами, сверху водопадом падают розы, вокруг сияют ковры и шелка. Весь город собрался здесь, чтобы увидеть императора. За главной улицей находятся дома горожан, солдат, служащих, всех прочих людей. Там же таверны, бордели, все как в любом городе. Именно тут Константин задумал развернуть огромное строительство, чтобы его город можно было назвать настоящей столицей Римской империи. Роман Метрополис. Перед вами небольшой строительный участок, но это было сердце древней Пальмиры. Ее центр вроде нашего овального кабинета, где проводились заседания правительства, где встречались городские старейшины, где разрабатывались планы и прочее. Конечно, во времена огромных империй городов Константина это был бы большой длинный зал, в котором тихо сидело местное правление, а сам Константин восседал там, где в христианских церквях стоят алтари, потому что здания были схожи. В 360-м году сын Константина построил в Константинополе великолепную церковь, специально для демонстрации единства империи. империал-коммунии. Рядом эти набожные императоры построили гигантский трек ипподром. Схему его расположения можно увидеть на этих улицах. И, наконец, старый египетский обелиск. Тут можно ощутить кое-что от атмосферы древнего Константинополя, сердца Византийской империи. В этих камнях, как в зеркале, отразилась жизнь, проходящая мимо них. Видны императоры и его семья. Преемники Константина садятся в царскую ложу, чтобы дать старт гонкам колесниц. Этот обелиск стоял посередине трассы, и восемь колесниц должны были обогнуть его, чтобы победить требовалось удача. Однако это не просто место для скачек. Здесь люди могли увидеть императора и его окружение. В этом воздухе над просторами Византии разносился рев тысяч человек, когда им представляли новых императоров, когда к ногам императоров склоняли голову военнопленные. Это старый парламент. Это настоящее сердце Византии. Вы видели эту сцену раньше? Вглядитесь внимательнее. император находится вместе с семьей посередине, как будто он бог. Вокруг них приближенные армия и двор, как будто это святые. Внизу просят пощады проклятые враги Византии. Это изображение судного дня на земле. Император приравнен к Господу. Действительно император приносит счастье и гармонию. Этот трек приносит удачу и победу. Это центр мироздания. Можно сказать, небеса спустились на землю. Поэтому, когда вы открываете ворота дворца, находящегося рядом с ипподромом, вы как бы открываете врата рая. галереи золота и мрамора, серебряные лодки в бассейнах с ртутью, шелковые ковры, золотые троны и залы с порфирными колоннами и чашами. Их отголоски можно найти в Сирии и Италии. Построив в Константинополе величайший из дворцов христианской империи, церковь, ипподром и прочие дворцы, Константин создал священный механизм, который позволит Византии править вечно. для защиты священного города Константинополя императоры Византии построили самые мощные крепостные стены в мире. Через эти ворота уходили армии, вершающие жизнь миллионов людей. Через них провозили товары со всей империи. Целая историческая эпоха прошла через эти главные золотые ворота Византийской империи. Видите этот высокий проем? Он был открыт чуть ли не до небес. 600 лет императоры и армии с триумфом проходили через ворота, возвращаясь после войн против Персии, арабов, болгар, русских. Потом было землетрясение и ворота завалило. В последние годы Византийской империи были построены такие ворота, что в них не мог проехать даже всадник. Это волшебные ворота, легендарные ворота. Говорят, что раньше деревянные двери были покрыты листами золота, которые и дали им это название. Говорят, что последний император, погибший на этих стенах, похоронен под камнями. Он ждет сигнала, чтобы вновь взять этот город. Это легендарные ворота, но прежде всего они говорят о власти Византийской империи. Власть управляет миллионами жизней. Знаете, эти стены сделаны из тысяч каменных блоков, и на каждом стоит крошечная отметка, сделанная человеческой рукой. В миллионах этих камнях, пошедших на строительство Константинополя, заключены бесчисленные человеческие жизни. Этот белоснежный мрамор странной серой линией бежит по границам Византийской империи от Сирии к Испании, потом обратно к Константинополю. Но привезен он с одного маленького острова в море. За три дня можно было добраться на старинном судне до мраморного острова на юго-запад от Стамбула, который так называется из-за этих камней. В первые века существования Византии на этих мраморных холмах трудились десятки тысяч рабов. Византия обожала мрамор. В мрамор, как говорят священники, Господь вложил горные цветы и леса, рыбы и фрукты в летающий снег. древние блоки, лежащие поперек ручьев, подсказывают, сколько требовалось энергии, чтобы переместить эти драгоценные камни. До сих пор в современных карьерах можно найти такие древние камни, как этот, весящий сотни тонн, который должен был увенчать огромную колонну в честь военных побед Византии. Если бы его закончили, на нем вырезали бы винтовую лестницу и высекли на поверхности барельефа солдат. Но он остался здесь. Он треснул, когда его добывали. В старину эти карьеры называли карьерами Богоматери. Может, их надо было назвать карьерами Матери Константинополя. Здесь был сделан целый город, заранее подготовленный город. Их не везли блоками, их готовили прямо здесь. Если бы их доделали, то по прибытию в Константинополь у каждого из них было бы точное место в городских строениях. Например, вот это типичный образец части Римского холма. Нынешний хозяин карьера сказал мне, что лучшие мраморные жилы находят на холмах рядом с древними камнями. Вот этот как раз подходит. Огромный одинокий столб. Я видел такую же форму, так называемую павлинью голову, на сломанной колонне прямо на главной улице Старого Стамбула. Когда-то это был квартал домов из мрамора посередине Константинополя. Не думаю, что турки в современном Стамбуле думают о древних византийских победах. Однако остались фрагменты той огромной мемориальной колонны, что проделала сюда путь с мраморного острова. Призраки имперских армий все еще идут в процессии через весь город. острова и и остальные дороги и морские пути вели в Константинополь, так и окрестные реки несли свою воду под ведуком в измученный жаждый город. Врезавшись глубоко в гору, под городом находится подземный мир. Более 15 веков тут стояли цистерны, водохранилища с пресной водой, чтобы византийцы, как и римляне, могли купаться в мраморных замах. Все отделано в великолепной технике Древнего Рима, отца Византии. Мраморные колонны, высокие кирпичные своды, темный византийский лес под современным Стамбулом. Греческие буквы, выбитые долотом, отметка одного из рабочих на карьерах мраморного острова. Настоящим чудом была доставка вручную продуктов питания, поддерживающих жизнь полумиллиона жителей Константинополя, крупнейшего города в Европе. Не было пищевой промышленности. Все привозилось на лодках и в корзинах. Византийцы верили, что самые прекрасные рыбы ловятся в императорского дворца в период от восхода лият до заката кровавой красной звезды Арктур. Цвет, запах и качество ежедневной жизни древних сырые компоненты византийского опыта мира древнего Средиземноморья. Византийцы, так же как жители современного Стамбула, любили свежий хлеб и овощ. Зерно для хлеба они добывали в провинциальном Египте. Овощи выращивали здесь, на небольших огородах, недалеко от своих домов. Они огромной зеленой полосой тянулись вдоль городских стен на многие километры. И сегодня здесь выращивают почти те же самые культуры. Посмотрите на эти чеснок, лук, угроб, которые они используют для приготовления рыбы, особенно для сытной желтой ухи, которую они так любят. Можно восхищаться экологией византийцев. Здесь три или четыре вида сельхозкульптур. Вижу вечерницу для салатов, манголь, капусту. Все виды овощей растут рядом в огромном изобилии. Кроме того, полно салата, латука для успокоения желудка. Когда крестьяне на своих огородах останавливались на минуту, чтобы размять спину, они видели перед собой правителей Византии, едущих, чтобы творить великую историю. Они могли подумать, что же мы живем в неплохое время. Византийская экономика была основана на классической средиземноморской диете. Вино, зерно, сыр, овощи, маслины. Основным элементом было оливковое масло. Оно было топливом в Византии. Им освещали улицы, дома и маяки. Им смазывали повозки, лечили пришивость, использовали для кулинарии. В первом столетии масло везли в Константинополь из Северной Сирии. Вот замечательная вещь. Это раскопанная часть византийской индустрии. На этой фабрике делали оливковое масло. Изумительное место. Я покажу вам, как это делалось. Замечу, все было весьма логично. Маслины собирали, потом везли по улочкам в повозках, высыпали в окошки, и они скапливались в этих корыцах. Затем их доставали оттуда и несли к этому месту. Это огромный пресс для ягод. Видите этот барабан? Два таких барабана ставились рядом, здесь и здесь. В них вставляли палку, и четверо или пятеро мужчин толкали их, чтобы превратить маслины и их кожицу в некую ужасную грязную кашицу. Потом всю эту массу перемещали сюда, на эти круги. В этом месте к стене была прикреплена большая балка. К ней был прикреплен огромный цилиндрический камень. Потом его медленно опускали на эту кашицу, и масло текло прямо в эти маслосборники. Но это еще не конец, потому что это было масло холодного отжима, не совсем чистое масло. Поэтому его доставали отсюда и несли в этот резервуар. Он был наполнен водой, и когда сюда наливали оливковое масло, оно плавало на поверхности, а все примеси оседали на дно. Видите эту небольшую траншею? Важнейшая часть оборудования для гурманов, потому что самое прекрасное масло стекало в этот резервуар без всяких примесей, и из него делали самое лучшее оливковое масло в Византии. Это Сергилла, одна из 300 древних сирийских деревень оливковой рощи Византии, сохранившаяся в камне провинциальная Византия. На главной площади находится общественная баня, предшественница турецких бань. Из таких бань вылетали дьяволы и ведьмы святого Иоанна. А это кафе Сергиллы, выходящее прямо на главную улицу, старые солдаты и безумевшие святоши напивались в таких барах. Здесь творили свои дела кредиторы, судьи и торговцы. Вы слышите голоса крестьян, жестких независимых землевладельцев, насмехающихся над ценами, которые горожане платят за их оливковое масло? Жизнь хороша. Было раздолье и для дьявола с его приспешниками, и для церковников. Если бы вы шли этой дорогой 1 сентября 1500 лет назад, вы услышали бы крики тысяч людей и пения во славу Господа. Это было празднование столба святого Симеона. В первую очередь процессия подошла бы к этому огромному баптистерию. Десять тысяч человек целый год крестили в этом месте за один день. А затем все шли, восхваляя Господа, к Церкви всех святых. Разумеется, это римская архитектура. Арки, своды, колонны. Но уже есть христианские вкрапления. Древние формы превращаются во что-то иное. Видите? Ветер перемен начинает изменять древнеязыческие образцы. Это начало того, что станет Византией. В центре церкви остатки 15-метровой колонны, на которой жил святой Симеон. Кем был этот необычный, живший на столбе человек, на которого приходило посмотреть полмира? А когда он умер, в его честь соорудили эту прекрасную церковь. Итак, это был молодой человек по имени Симеон, носивший столь грубое рубище, что все его тело кровоточило. Это ему пришла в голову мысль приковать к своей левой ноге громадный камень. Это было до того, как он залез на колонну. Но Симеон не был дурачком. Он вел себя как император. Он сидел неподвижно, а внутри него шла борьба между духом и дьяволом. Большинству людей казалось, что он неприкасаем. Он был там, на столбе, на полпути от земли к небесам. Совершенный человек мог разрешать их споры и этим пользоваться. Христиане из Сирии приезжали к нему, чтобы он помог им разрешить их тяжело. Арабские бедуины тоже приезжали к нему. Даже император приезжал, чтобы взглянуть на него. И всегда он создавал гармонию в обществе. Столь ужасную гармонию, что если бы он проклял кого-нибудь с вершины столба, скала взорвалась бы рядом с этим несчастным. Так Симеон стал жизненно важным элементом новой христианской империи. Этот элемент взял кое-что из старого образа жизни Рима и оставил его на полпути между небом и землей. В Восточном Средиземноморье, в теплом центре языческого мира, первая христианская империя, Византийская империя, обрела гармонию. Это была хорошая жизнь, богатая и обильная. Знаете, забавно слышать, когда люди говорят о падении Римской империи. В конце концов, здесь, в Константинополе, она стала еще более и более богатой и не собиралась погибать. Думаю, это потому, что пал сам Рим. Вообще-то Рим не пал, он просто обеднел. Константин переместил столицу из большого старого города на западе сюда на восток. Вместе с ним сюда переехали правители, генералы, художники, архитекторы. Вся империя переехала сюда. В 475 году, спустя 25 лет после того, как были возведены эти стены, последний римский император на западе, молодой человек, молодой император, переслал корону сюда, в Константинополь, в Новый Рим. Это был новый город. Я думаю, что на самом деле история о падении Римской империи была выдумана римскими папами, которым нужна была идея о падении языческой империи и торжестве христианской империи на западе. У них были отличные пропагандисты, такие как Рафаэль и Микеланджело, которые помогли им в этом. Но истина состояла в том, что Старый Рим, Древний Рим, был воссоздан в больших городах востока. Такие великие мраморные города, как Антиохия и Александрия, вовсе не пропали. Городопал Рим, как вы говорите, они просто снова вернулись домой. После того, как ушел в отставку последний западный римский император, Византия потеряла большинство своих европейских провинций в течение столетия. Но уже к 555 году новые византийские армии вновь безжалостно завоевали некоторые из них. На севере Италии, Рафаэль, они оставили наглядные свидетельства своего торжества в этой церкви. Этот человек, император Юстиниан, который спустя 200 лет после Константина полностью переделал Римскую империю. Этот человек сотворил Византию. Говорят, что этот человек был нежен и открыт. Он не выказывал гнева, никогда не повышал голос, и этот человек мог отправить на смерть тысячи людей. Он не сотворил империю в одиночку. Его главная сила состояла в умении управлять. Вокруг него вы видите суровые лица мужчин. Он сам подобрал их. Ему было неважно, происходили они из семей римских патрицев или из низших слоев общества. Он сам был родом из неграмотной крестьянской семьи серии. Но Юстиниан всего лишь половина этой картины. На другой половине изображена замечательная женщина, императрица Феодора. Они женились друг на друге, по любви и прожили вместе 25 лет. Поглядите на этих придворных молодых особ. Они выглядят несколько нервозными. Они смотрят на нее, что необычно для такой сильной властительницы, как Феодора. Но дело в том, что это портрет женщины, умирающей от рака. Спустя пару месяцев после завершения мозаики, Феодора умерла. Юстиниан управлял империей еще 20 лет. Он больше не вступал в брак и до самой старости приходил на ее могилу и зажигал свечи. Хотя Юстиниан и Феодора восстановили римскую империю, она уже не была классическим древним миром. Они жили в иное время. Они говорили на восточном греческом языке, а не на латыни, и иначе смотрели на мир. Посмотрите на эти скульптуры. Наверное, это последние классические статуи. Они были сделаны как раз за поколение до Юстиниана. На первый взгляд, они похожи на те знакомые с имстатой в музеях. Огромные каменные Александры или Цезарь и им подобные. Но они не похожи на них. Они новые. Они отличаются от них. Кое-что произошло. Работа очень простая. В некотором роде весьма реалистичная. Падающий свет искажает линии. На твердом мраморе высечена трехдневная щетина, чтобы показать быстротечность времени. Это необычно. Эти люди задумчивы, грустны и мудры. В конце концов, они не святые, а епископы сказали им, что окружающий их материальный мир всего лишь иллюзия. Разумеется, эти статуи не выглядят каменными истуканами, как Александр или римские императоры. У них нет напряженных мускулов или героически натянутых кож и костей. У каждого человека внутри таинственный и богатый мир, и они устремляются из этого мира всей душой к небесам. А чего вы ожидали, обходя вокруг эту глыбу мрамора? Ведь человечество – всего лишь иллюзия. Однако, это совершенно новые люди. Они умны и изобретатели. Многих из них влечет сюда, в центр империи. Большинство этих выдающихся умов в Византии прячется в крошечных улицах и домах, что окружили дворцовый комплекс в Константинополе. Эти люди прибыли искать благоволение двора со всех концов империи – из Испании, Египта, Сирии. Они были математиками, адвокатами, докторами, учеными, фокусниками, алхимиками. На этих небольших улочках жили плечом к плечу замечательные и блестящие люди. В 520-м и 530-х годах это уникальное сообщество пришло в большое волнение. Юстиниан и Феодора задумали построить новые дворцы и церкви, которых прежде не видал мир. Старые формы, арки, своды и верхние части колонн использовались для создания чего-то революционного, что будет впоследствии повторено тысячи раз в тысячах других церквей. Византия создала стиль. Это Приморская церковь, построенная рядом с дворцом для одного из приближенных к Теодоре священников. Вероятно, это работа Анфимия, знаменитого врача и математика. Вот начало нового стиля. Феодора построила церковь, чтобы хранить там окровавленные плащи и тела двух замученных солдат, Сергиуса и Вакха, святых покровителей армии. Теперь здесь мечеть. Субтитры создавал DimaTorzok Тонкие окружности Анфимия изменили привычные древние формы. Квадраты стали окружностями, а окружности — восьмиугольниками, вокруг центральной единой точки. Общее пространство разделилось на меньшее пространство. Было настоящее волшебство в том, как целый прекрасный природный хрусталь, склены, колонны, оказались ничем иным, как иллюзии, и будто исчезли. Вы взгляните на этот прекрасный, похожий на огромную дыню купол, разделенный на шестнадцать частей, поддерживаемый восьмью замечательными полукруглыми арками на необычных V-образных столбах и двадцатью восьмью колоннами. Такое впечатление, что на центральное пространство, таинственное место для императорского двора, наброшена сеть из камней и кирпичей. Это замечательный образчик архитектуры. Здесь решены все проблемы, которые не видны на первый взгляд. Понимаете, купола создают сильное давление, несущие купол, стены здания могут не выдержать, и тогда вся конструкция рухнет вниз. Здесь Анфимий, как и другие архитекторы, использовал камни как перемычку. Балки, систему, давление, натяжение, в общем, все старые строительные приемы, но у него родилась блестящая идея, как скрепить церковь. Вот этот карниз. Этот огромный, красивый мраморный карниз с надписями в честь Юстиниана и Феодоры служит не только для художественного оформления. Он связывает церковь как цепь, соединяет камни в одно гигантское ожерелье, перенесенное на этот солнечный остров в ярко-синем море. Во время долгого правления Юстиниана мраморные карьеры работали на полную мощность, доставляя камни для нового урожая имперских церквей. Их в большом количестве строили во всех концах империи. Но самая большая из всех была новая церковь для императорской семьи в Константинополе. Для ее постройки мастера на карьерах вырезали большое количество различных версий хитроумного карниза «Анфимия». Это часть одной из тех каменных цепочек. Вот в чем ее секрет. Каждый блок присоединен к другому блоку большой железной скобой, которая спаивала эти два огромных камня. Инженеры «Анфимия» использовали при строительстве много железа. Это часть тех новых технологий, которые позволяли им мыслить более смело, чем другие архитекторы. Прежде всего, эти идеи одобрял сам Юстиниан, который мечтал заполучить самый большой купол в мире. Такие вот таинственные грузы, такой волшебный мрамор отправлялся по морю на стройку в священный город Византию со всех концов империи. Вот завершающая мечта. Кульминационный момент всей древней инженерии. Живая рамка, построенная с молитвами и прагматизмом для того, чтобы выдержать самый огромный купол в мире. Но это лишь внешняя часть священного представления. Внутри, в бешеном танце, вздымается целый лес колонн. Стены, стекло, мрамор, золото, свет и тень создают иллюзию полного растворения. Совершеннейшее место для сошествия на землю священной, божественной мудрости. Прекраснейший гимн Византии. Здесь Господь может сойти на землю. Кроваво-красные порфирные колонны взяты, как уже говорилось, из храма Солнца в Баальбеке. Деревянные двери сделаны из Ноева Ковчега. Бронза взята на строительство из храма богини Артемиды, одного из семи языческих чудес света. Неудивительно, что его строительство стало легендой. Поэты сказали, что церковь можно сравнить с закатом солнца и с огромной каменоломней, что в ней собраны оттенки всех птиц, рыб и драгоценных камней. В ней собрался весь опыт и качество древнего повседневного опыта от розовых ногтей младенца до восходящей ярко-красной звезды Арктур. В Византии на греческом языке эту церковь называли церковью Айя София, церковь святой мудрости. В ней была собрана вся огромная империя, истиняна, ее богатство, ее языческое наследие. В течение последующих девяти столетий это громадное древнее здание в центре Византии стало символом ее судьбы на земле. В последний день Византии император с войском пришел сюда, чтобы помолиться, прежде чем выйти за городские стены и умереть. Потому что она была хранилищем мечты, мечты, имя которой было Византия. Оператор Питер Гринхолд Майкл Майлз Композитор Говард Дэвидсон Майкл 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok